Доброе время суток! Наши постоянные собеседники, но только с одним отличием. Обычно мы беседуем, проводим интервью либо с армянским экспертом, либо с азербайджанским. Обычно после интервью с армянским экспертом у нас идет полная, ну, полные комментарии идут о том, какие же вы сволочи, почему же вы не говорите с азербайджанцами и наоборот. Поэтому в этот раз мы решили дать слово и той, и другой стороне и задать вопрос, который в сегодняшних новостях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор, признать территориальную целостность двух стран и решить вопрос с делимитацией границ. Мы отравили в Армению повестку мирного соглашения. Пусть говорит, что не хочет, пусть говорит, что отказывается. Я много раз говорил, мы готовы. Давайте начнем переговоры. Война окончена, окончена. Ты хочешь мира, Армения? Как будто хочешь, так почему бы нам не подписать мирное соглашение? Сказал Ильхам Алиев и вопрос нашим экспертам Ильгару Вализаде из Азербайджана и Давиду Петросяну из Армении. Так что происходит с возможностью мира? Давид, давайте начнем с вас. Как бы вы ответили на вопрос азербайджанского президента Армения? Ты хочешь мира? Значит, я думаю, что нету человека вообще, который не хотел бы мира. И наша руководство... Это не хотел бы мира. Да, который не хотел бы мира. Наше руководство в лице премьер-министра, исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, который, скорее всего, будет на следующей неделе переизбран на этот пост, подтвердило буквально два дня назад готовность возобновить мирные переговоры. И было заявлено, что нет альтернативы миру и стабильности. И правительство Армении придержено выполнению мандата, полученного им от народа Армении, для того, чтобы открыть мирную эру для Армении и Нагорного Карабаха и всего региона. Он сделал такое заявление. Ну, речь идет о возобновлении мирных переговоров, которые, собственно говоря, и не начинались. Не начинались. На самом деле, есть, известно, есть трехстороннее заявление от 9 ноября. В продолжении этого заявления есть тоже трехстороннее заявление от 11 января этого года. Но, в частности, касательно последнего заявления, начались переговоры о разблокировании коммуникаций. И шли они, по крайней мере, по утверждению вице-премьера Армении Мгера Григориана, который сейчас тоже исполняющим обязанности является, что они шли достаточно конструктивно. Но они были прерваны после 12 мая сего года, после того, как азербайджанские военнослужащие заняли ряд участков на границе Марса Гераркуник, который граничит с Азербайджанской республикой, которые Армения считает своими, а Азербайджан считает эту территорию своей. То есть, будем так говорить, эти участки границы считаются спорными территориями. И Армения считает, что в настоящее время на ее территории находятся свыше тысячи азербайджанских военнослужащих, поэтому она не считает возможным продолжать переговоры. Вот такая ситуация. — Эльгар, я прошу прокомментировать заявление о том, что на территории имени находится тысяча азербайджанских военнослужащих. — Ну, прежде всего я хотел обратить внимание, что заявление президента Азербайджана, оно прозвучало в контексте интервью, большого интервью азербайджанскому телевидению, где, кстати говоря, он говорил о том, что азербайджанские пограничники заняли вот эти позиции на азербайджано-армянской границе в мае текущего года, после того, как это стало физически возможно сделать. Почему? Потому что это горный участок, высокогорный участок, и здесь, начиная где-то с октября по май, лежит снег. Физически невозможно там установить посты. После того, как снег сошел, азербайджанские пограничники стали продолжать вот эту работу по демаркации границы. Армянская сторона посчитала, что азербайджанская сторона зашла на территорию Армении и заняла эти участки, в то время как по факту все-таки азербайджанская сторона действует на своей территории. Дело в том, что армянская сторона обращалась по этому поводу в ОДКБ своим партнером по этой организации, в частности российской стороне. Но у нас есть все возможности, кстати, азербайджанский президент об этом говорил, средства объективного наблюдения, которые позволяют точно установить, где находятся азербайджанские войска и, вернее, пограничники. И поэтому в данном случае говорить о том, что азербайджанская сторона зашла на территорию Армении, не приходится. Кстати говоря, и ОДКБ, и Россия не подтвердили факта занятия азербайджанской стороной, вернее, учаткой на территорию Армении. Поэтому предположение о том, что мирный процесс по дальнейшей нормализации зашел в тупик именно под действием азербайджанской стороны, не совсем правильный. Кроме того, надо сказать, что здесь один еще очень важный момент. Дело в том, что армянская сторона приостановила свой односторонний порядок, и приостановилась участие в работе трехсторонней комиссии как раз-таки буквально несколько недель назад, вернее, до выборов. Это тоже препятствует коммуникации, которая сегодня худо или бедно складывается после конфликта в регионе. Это тоже не способствует продвижению, значит, по решению целого ряда накопившихся вопросов, которые сегодня в значительной степени все-таки должны решать это самое трехсторонняя комиссия. Давид? Давид Петрович Азербайджан. Азербайджанская сторона прекратила свою работу в трехсторонней комиссии после 12 мая, когда азербайджанские военнослужащие отказались покинуть эту территорию, которую Армения считает своей. Одновременно армянская сторона согласилась с предложением Российской Федерации, что этот спорный участок границы между двумя странами могут занять либо представители российского миротворческого, либо какого-либо международного контингента. То есть армянская сторона не намерена ввести переговоры в рамках трехсторонней комиссии, созданной на уровне вице-премьера в трех странах. Пока азербайджанская сторона не покинет нашу территорию. То есть если этот участок границы спорный, пускай на нем находятся какие-то нейтральные военнослужащие, предположим, из России, либо из какого-нибудь международного контингента. Вот позиция Армении такова. Ильгар? Ну, дело в том, что пресс-секретарь президента России Песков накануне визита премьер-министра и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Пашиняна в Москву заявил о том, что российская сторона не планирует размещать каких-то своих сил на этом или на другом участке Азербайджана-Азербайджанской границы. Поэтому предложения Армении не были, я так понимаю, по факту восприняты. Кроме того, я опять говорю о том, что все-таки армянская сторона обращалась, сделала официальное обращение в ОДКБ с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Но ОДКБ не посчитал нужным это сделать, поскольку нет факта, не рассматривает ситуацию как факт посягательства Азербайджана на суверенную армянскую территорию. Поэтому в данном случае мы, понимаете, блуждаем в трех соснах, а по большому счету процесс как таковой не сдвигается с мертвой точки зрения. Поэтому сегодня что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, как активно ведутся переговоры с российской стороной. После визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении в Москву, Москву через определенное время посетил и президент Азербайджана. И за этот промежуток в Азербайджане находилась правительственная делегация российская во главе с вице-премьером Аверчуком, который является сопредседателем трехсторонней комиссии Азербайджана-Армяно-российской трехсторонней комиссии. – Давид, вопрос, я понял ваш тезис о том, что пока есть этот конфликт на спорном участке границы, нельзя вести переговоры. Но по идее… – Армения рассматривает… – Я просто хочу, когда я задаю решить вопрос. По идее, ведь задача переговоров и в том заключается, чтобы решить спорный вопрос. – Значит, Армения не готова вести переговоры под давлением. Поэтому Армения предлагает азербайджанским военнослужащим покинуть этот спорный участок и передать этот спорный участок под контроль либо российского какого-то контингента, либо международного. То есть, вот позиция Армении… – А если Аратея не хочет брать ее под контроль, как сказал Альгар? – Значит, касательно позиции ОДКБ, в официальном заявлении ОДКБ сказано, что данная ситуация рассматривается как пограничный инцидент. Если… То есть, в пограничные споры ОДКБ как организация, да, не вмешивается. То есть, но термин инцидент подразумевает, что есть предмет для спора. – Ну, предмет для спора – это предмет для урегулирования или нет? – Значит… – Предметов для спора в армяно-азербайджанском конфликте, как и в других конфликтах на Ближнем Востоке или на Балканах, они вечны. Они будут всегда предмет для спора. Правда? – Да, но я вам излагаю позицию Армении, позицию Армении, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть этот участок границы. Вот такая ситуация. – Альгар? – Да, дело в том, что я… Мы как бы возвращаемся к этому вопросу. Дело в том, что если азербайджанские войска находились бы на территории Армении, по факту, как это представляется армянской стороной, то должны были бы вмешаться какие-то силы уже… И опять же, повторяю, в частности, прямой обязанностью ОДКБ является вмешательство в этой ситуации, поскольку одна из стран, получается, что нарушила суверенитет и пересекла границу другой страны, и сейчас там обосновывается и оккупирует часть ее территории. Но поскольку этого факта не было, и ОДКБ этот факт не рассматривает как факт, она не считает нужным какие-то действия осуществлять. То же самое касается России. Если бы азербайджанская сторона перешла бы границу Армении, я думаю, что Россия бы вмешалась в той или иной степени. Поскольку российская сторона не считает нужным вмешиваться, то получается, что Азербайджан не предпринимал действия, которые могли бы спровоцировать либо Россию, либо ОДКБ на какие-то действия. Что касается вообще этого инцидента и вообще этих проблем, это здесь не только на этом участке наблюдается определенная сложность трения, но и на других участках есть проблемы. Дело в том, что я почему говорю трехсторонняя согласительная комиссия, о которой говорилось, на создание которой ушло достаточно длительное время, с которой согласились государства, тут еще Россия как посредник. Эта комиссия приостановила свои деятельности, в том числе по причине неучастия армянской стороны. Если бы эта комиссия возобновила бы свою деятельность и решала бы вопросы в последовательном плане, в том числе на основании тех карт, в частности, Генерального штаба России, о котором часто заявляется, то я думаю, что процесс был худо-бедно шел. А когда процесс не идет, он приводит к возникновению вот такой сложной и взрывоопасной ситуации. Вот для того, чтобы канализировать эти процессы в русло каких-то мирных согласований, все-таки он должен идти в каком-то институциональном рамке. Что касается предложения других сил, какие другие силы могут стоять на границе Азербайджана и Армении. Мне очень сложно предположить. В частности, я так понимаю, что армянская сторона в частности предлагает привлечь сюда французские силы, связанные с... Где вы слышали такое? Ну, есть такие предложения. От кого? Я первый раз слышу просто. В целом, в различных... Спасибо большое за информацию. Это в вашей фантазии. Дело в том, что вы говорите, другие силы кто это другие силы. Я говорю, это заявление нашего руководства. Я не говорю, какие другие силы. Я понимаю, что вы понимаете, понятие «другие силы». Вот вы сами лично. Значит, я констатирую заявление нашего руководства. Почему я должен раскрывать, какие другие силы? Во-первых. Во-вторых, с чего вы взяли, что Армения хочет, чтобы здесь были какие-то французские подразделения? Ну, вы посмотрите в армянскую прессу, вот там очень много интересного. Меньше всего меня интересует, что пишет армянская пресса. Журналисты пресса не читают, журналисты прессу пишут, да? Не совсем так. Просто я хотел сказать, что пресса, то, что пишет пресса, следует рассматривать и в рамках внутриполитической борьбы здесь. Она может писать все, что ей вздумается. Понимаете? Поэтому, если мы серьезно говорим, то таких предложений не было и не было ни от кого. И ни со стороны Армении, ни тем более со стороны Франции. Я просто повторил то, что сказал исполняющий обязанности премьер-министра на последнем заседании правительства. Ильгар, вопрос к вам. Ну, а вот, знаете, как это... Вы, как на данный момент, более сильная сторона. Ну, как сторона, выигравшая войну. А что вам стоит, ну, вот, если для необходимости ведения переговоров, там, нужно убрать один блокпост на полгода, в чем проблема его убрать? Данит, дело в том, что здесь вообще нужно говорить о комплексе вопроса. Если мы говорим о демаркации границы, да, давайте, если уже последовательно к этому всему вопросу относиться, надо напомнить, в частности, армянской стороне, что все еще под оккупацией находятся семь эксклавных сел на территории, вот, значит, казахского района. И одно эксклавное село Кярки, как армянской стороной его, по-моему, Тигранайшин называют. В общем, в стороне Нахчевани. Они по-прежнему удерживаются армянской стороной. И если мы будем говорить о последовательной реализации мер по демаркации, то все эти, значит, села или эксклавные территории должны перейти под контроль Азербайджана. А армянская сторона, понимая, что это все-таки надо будет рано или поздно возвращать, я вам скажу, что это стратегически в целом направлении села. Если посмотреть даже на карту, через село Кярки проходит автомобильная трасса, соединяющая Армению с Иран. Конечно, армянская сторона пытается перевести, наверное, разговор на другие темы, чтобы оттянуть процесс полной вот этой самой демаркации. Мы видим, что эта сама демаркация происходила под влиянием событий поствоенного периода. Конечно, армянская сторона и эти участки Азербайджана, армянской границы Азербайджану передавать не собиралась. В частности, вот на территории села Шовнух или на других участках. Они это делают вынужденно. Вынужденно, потому что это все-таки азербайджанские территории, передавать надо Азербайджану. Но часть территории, которые приходится еще удерживать, они удерживают. Кстати говоря, мы не педалируем пока эту тему. То есть мы надеемся, что в рамках трехсторонней комиссии этот вопрос тоже найдет свое решение. И армянская сторона добровольно эти все оставшиеся у нее под контролем территории Азербайджану передаст. Вот в чем вопрос. И мы предлагаем, что да, мы не педалируем эту тему. Но давайте последовательно подходить к реализации всех мер. Ну вот видите, какая ситуация сложилась, когда, к сожалению, с этих акцента делаются, переводятся на другие вопросы. А, Давид, вы хотите покомментировать? Ну и что я могу сказать, что, во-первых, в подписанных двух подписанных документов нет ни слова о делимитации и демаркации. Хотя на словах обе стороны согласны при посредничестве России приступить к этому процессу. Это первое, на словах. Трехсторонняя комиссия создана для разблокировки коммуникаций между двумя странами. Там еще другая граница есть по границ. Значит, теперь насчет анклавов. Есть и армянские анклавы на территории Азербайджана, которые находятся под контролем азербайджанской стороны. Так что это взаимный вопрос. И в трехсторонних документах тоже нет ничего, ни слова про анклавы. То есть этот вопрос на самом деле оставлен на потом. Вы, конечно, можете педалировать, как говорится, дело хозяйское. Но дело в том, что не решены многие другие вопросы. Многие другие вопросы, которые в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября. В частности, армянские пленные и удерживаемые лица по-прежнему находятся в Баку. И это, как говорится, ни для кого не является секретом. Их судят там, приговаривают к различным срокам заключения и так далее. Хотя предполагалось, что их должны отпустить без всяких предусловий. Но сейчас этот вопрос тоже мы видим. Но ведь это вопрос, который можно было бы решать на переговорах, которые Армения отказывается вести. Я прошу прощения. Этот вопрос прописан в трехстороннем соглашении. Армения отпустила всех азербайджанских пленных и удерживаемых лиц. Вот и все. Ильгар, а почему Азербайджан удерживает армянских пленных, а Армения отпустила? Потому что это лица, которые проникли на территорию Азербайджана после 10 ноября. Вернее, после заключения этого самого трехстороннего соглашения. И по факту под условия этого трехстороннего соглашения не проходят. И дело в том, что если, скажем, какие-то другие инциденты, которые могли бы иметь место после 10 ноября происходили, как бы мы на них реагировали? Естественно, мы бы считали и этих людей, а также любых других, которые, скажем так, проникли на территорию Азербайджана, либо диверсантами, либо террористами, но никак не военнопленными, которые захвачены были в результате или по итогам военных действий. Кроме того, здесь другой момент еще обращает на себя внимание. К сожалению, мы говорим о том, что да, не реализуется вот этот сам трехсторонний соглашение. Но здесь давайте вспомним, что в трехстороннем соглашении было сказано о том, что все армянские вооруженные силы или армянские военные должны покинуть территорию Азербайджана. Но на территории, которая сегодня контролирует, находится в ведении российской миротворческой миссии, все-таки находятся армянские военные. Как это объяснить, тоже вопрос, конечно, очень сложно. Поэтому здесь, конечно, необходим комплексный подход. Необходимо прежде всего восстановить ту коммуникацию, которая была создана в рамках трехсторонней комиссии. Может быть, не оба... Кстати говоря, по решению пограничных вопросов также была создана трехсторонняя комиссия, она даже не приступала к своей деятельности. Но решение о ее создании было принятое. Но как можно решать эти вопросы, если не как-то возобновить вот эту самую контактную работу хотя бы в рамках вот этой трехсторонней согласительной комиссии? Естественно, когда весь вопрос в парализованном состоянии находится, то ни о каком продвижении в реализации трехстороннего соглашения речи не может быть. Давид, вы хотите ответить? А что тут отвечать? Если бы хотели бы продолжение работы, убрали бы свои блокпосты со спорного участка границы. Значит, не хотят продолжение работы. Окей. У меня последний вопрос к обоим участникам. Как вы считаете, вот если сейчас не начнется переговорный процесс, то какова альтернатива? Снова 30 лет обострения, новая война, вмешательство какой-то крупной державы, которая усадится в стороны за стол переговоров. Какова альтернатива не ведению переговоров? Давид, а хотите начать? Нет, пускай коллега начнет. Фигар, пожалуйста. Ну, прежде всего, надо сказать, что сегодня все основные участники, международные акторы говорят о ситуациях постконфликтной реальности. Никто не хочет, скажем, возобновления конфликта в той или иной степени. Это риски. Это серьезные геополитические риски, как для самих, скажем так, участников. Извиняюсь, о постконфликтной реальности обычно говорит победившая сторона, проигравшая, чаще всего с этим не согласна. Ну да, это я Армении исключаю. Ну, допустим, недавно состоялись переговоры между президентом Азербайджана и президентом России, так как раз ни о конфликте ни российской стороны, ни азербайджанская сторона не говорила. Состоялся визит председателя Евросоюза в Азербайджан Шарли Мишеля. Тоже о конфликте речь не шла. Речь шла о том, что стороны будут делать после конфликта, в постконфликтную эпоху. Так что основные международные акторы все-таки предпочитают говорить о постконфликтной ситуации. В этом смысле никто не заинтересован в возобновлении конфликта. Конечно, проигравшая сторона, у нее, к сожалению, есть там реваншистские силы, которые не удовлетворены этой ситуацией. По факту, да, они говорят о том, что никакого завершения конфликта не было, конфликт продолжается в другой форме. Но что это им даст по итогам, совершенно непонятно. Но я думаю, что все вопросы на самом деле, ответы на вопросы находятся на поверхности. И есть неизбежность такая, неизбежность решения этих конфликтов, вернее, ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. И вот эта неизбежность должна, по крайней мере, привести к какому-то, скажем так, усреденному решению. Давид? Вы знаете, что? Можно, конечно, говорить о том, что это даст, что это не даст. Конфликт, начнем с того, что конфликт не завершен. И это подтвердили сопредседатели минской группы ОБСЕ в своем заявлении от 13 апреля сего года. Другое дело, что они приветствуют, что сохраняется режим прекращения огня, и они следят за выполнением соглашения, достигнутого 9 ноября. И они приветствуют, что азербайджанская сторона передает нам тела погибших. И в то же время они так же ожидают, что азербайджанская сторона передаст армянской стороне военнопленных. И в рамках международного гуманитарного права. Ну, взамен они предлагают армянской стороне передать карты разминирования в Нагорном Карабахе. Открыть дороги международные для международных организаций тоже. И вернуть внутренних перемещенных лиц. Значит, для того, чтобы был устойчивый мир в регионе, должны быть совершены очень много шагов, которые образуют какую-то систему доверия, атмосферу доверия. И только тогда это возможно. Сейчас такой атмосферы нет. Соответственно, все пробуксовывает. Если говорят, что конфликт завершен, я просто хочу напомнить, что на территории Азербайджанской республики, официально признаваемой международным сообществом, есть территория свыше 3000 квадратных километров, на которой сейчас проживает порядка 100 тысяч жителей, которые подчиняются администрации, которые не подчиняются Баку, они имеют паспорта другого государства, не признают азербайджанской юрисдикцией. Там же находятся российские войска, миротворческие, которые разделяют конфликтующую сторону. То есть конфликт еще не завершен. Конфликт еще не завершен. Поэтому, когда мы говорим, я думаю, что корректнее использовать в данном случае поствоенная, а не постконфликтная ситуация. Спасибо. С вами была программа «Азия. Большая игра». Я бы хотел пожелать руководству Армении и Азербайджана говорить друг с другом, так же, как говорили сегодня в эфире эксперты из Армении и Азербайджана, друг с другом в эфире нашей программы. И ничего страшного не случилось. Я думаю, что переговоры всегда гораздо лучше, чем напряженность и недоговоренность. До свидания.